Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш все-таки прибыл в российскую Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщили в Госсовете Татарстана. Ранее спикер Генсека ООН Фархан Гак заявил, что поездка Гутерриша — это стандартная практика. Генеральный секретарь принимает участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это стандартная практика для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, сказал он. По словам представителя пресс-службы ООН, эта встреча имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющими около половины населения земного шара, и Гутерриш воспользуется возможностью встретиться с топ-политиками, которые прибудут на саммит. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору, но с кем? Нам нужно, чтобы ребенок понимал. Да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяку. Так он потребовал оказывать гораздо большую поддержку детям убийц, чем детям-сиротам. Губернатор Олег Кожемяку на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил, что раздача квартир детям военных сделает их патриотически настроенными. Мария Львова-Белова сказала, что это правильно. К сожалению, когда погибает отец или получает инвалидность, у мамы тяжелое эмоциональное состояние, поэтому в этот момент им очень необходима поддержка, и то, чем мы занимаемся, должно обязательно распространяться и на семьи участников специальной военной операции. Сказала она. Инвалиды, старики, дети-сироты. Что они могут дать воюющей стране? Ничего особенного в этом нет. Только убытки, конечно. А квартира, полученная после смерти отца на фронте, сделает ребенка патриотом. Тем временем семья самого Кожемяку, в том числе его сын Николай, получила при вполне себе живом отце яхту за почти полтора миллиарда рублей и пару заводов в довесок. Очень тесные связи были. Первые северокорейские войска могут прибыть в Курскую область России уже сегодня, 23 октября. Об этом изданию The War Zone сообщил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, военные из КНДР проходят учения на четырех полигонах в Хабаровском крае и близлежащих регионах на Дальнем Востоке России. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что против Украины будут воевать две полноценные пехотные бригады от около 12 тысяч человек. Такую же цифру озвучивали и спецслужбы Южной Кореи. По их данным, КНДР отправила на помощь Кремлю не только обычных пехотинцев, но и подразделения спецназа, которые западные эксперты прозвали боевыми рабами. Это северокорейские спецназовцы. Военные эксперты называют их боевыми рабами. Всю жизнь им прививали ненависть к, цитата, «дьяволам НАТО» и приручали к верности идеалам КНДР. Теперь полторы тысячи таких бойцов Пхеня намерен направить в Москву на помощь российской армии в войне против Украины. А вместе с ними еще более 10 тысяч других солдат. Так утверждает разведка Южной Кореи. «На что они способны в действительности, мы пока не знаем. Проверкой любой армии является война, и результаты бывают неожиданными. Иногда очень хорошо воюют армии, от которых никто не ожидал ничего хорошего. А иногда могут оскандалиться армии, которые считались совершенно легендарными». «При чем здесь Россия-то?» Кроме спецназовцев и рядовых пехотинцев, на помощь российским войскам могут отправить и северокорейских пилотов. Издание Newsweek пишет, что в России ощущается нехватка летчиков. При этом их коллеги из КНДР обучены летать на российских самолетах. В ответ на такое сотрудничество между КНДР и Россией, Сеул заявил, что может пересмотреть подход к поддержке Украины. Ранее Южная Корея отправляла Киеву только гуманитарную помощь и нелетальное оружие. «Южнокорейская армия одна из самых боеспособных в регионе. У нее серьезная компонента танковых войск, серьезнейшая компонента боевых бронированных машин, мобильных средств. Кроме того, в принципе, военно-промышленный комплекс Южной Кореи один из самых развитых». В Сеуле заявили, военное партнерство между Россией и КНДР несет угрозу не только для Украины, но и для Южной Кореи. «Это огромная тревога и сигнал для всего мира». Правительство Южной Кореи призывает к немедленному выводу северокорейских войск. Если нынешний военный сговор между Северной Кореей и Россией продолжится, мы не будем терпеть, а будем действовать твердо в кооперации с международным сообществом. Южная Корея будет предпринимать постепенные ответные шаги в соответствии с развитием военного сотрудничества России и КНДР после размещения северокорейских войск в Украине. Несмотря на то, что Москва и Пхеньян отрицают отправку войск КНДР на фронт в Украину, в сети уже появляются вот такие видео. На кадрах, как утверждает автор этого ролика, северокорейские военные уже в российской военной форме маршируют на территории военной базы в Приморье. Ранее украинский центр стратегических коммуникаций опубликовал похожее видео. Где, предположительно, военным СКНДР выдают российское снаряжение. Не отмечается отправка вместе с ними техники. То есть штатной комплектации подразделений техникой отсутствует. Это говорит и о том, что данные подразделения будут исключительно представлять собой личный состав именно пехотного типа. Получают они форму российскую, чтобы не отличаться от россиян при этом. Но и другой момент. В самой Северной Корее не стали передавать вместе с подразделениями технику, чтобы штатная их укомплектовая. Следовательно, и оружие, боекомплект, пехотинца и даже снаряжение тоже не передавали. Все это будет на плечах российских оккупационных войск. Северная Корея – одна из немногих стран, которая с самого начала открыто поддерживает Россию в войне против Украины. По данным западных спецслужб, в середине 2022 года Пхенян поставил в Москву более 13 тысяч контейнеров с оружием и боеприпасами. С помощью северокорейских ракет КН-23 российская армия неоднократно обстреливала города Украины. Вообще, если брать российские ракеты, то у них есть серийный номер, который может указывать на квартал и год сборки. На этих ракетах, когда мы видим здесь шесть повторений цифр, это не может говорить нам о годе производства. Это еще раз следуется. На деталях есть маркировка 112-113. Если привязать это к северокорейскому календарю, 112-113 – это уже 2024 год. Однако доедут ли северокорейские спецназовцы до передовой – вопрос открытый. По мнению военного аналитика Яна Матвеева, российское руководство может направить своих партнеров из Пхеньяна выполнять инженерно-строительные задачи. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. Субтитры создавал DimaTorzok